Сегодня в этот светлый и добрый праздник, День Благодарности, все вокруг говорят такое теплое и важное слово. Спасибо. Поисковый отряд Майдан Жилы не исключение. За 12 лет существования поисковый отряд Майдан Жилы провел немало экспедиций, в том числе международных. Только в прошлом году волонтеры побывали в Калужской и Ленинградской областях Российской Федерации. Была совершена поездка в Молдавию, конференции в городах Казахстана и СНГ, а также большая работа в школе юного поисковика. Проводим большую работу с детьми. Последние года мы уже четвертый год занимаемся школой юного поисковика. В рамках этой школы мы детей обучаем как теоретически, так и практическим навыкам полевого поиска, архивного поиска, как пользоваться инструментами, именно поисковыми приборами. По словам командира поискового отряда, важно рассказывать подрастающему поколению о событиях тех лет, воспитывать в них чувство патриотизма и благодарности к тем, кто рисковал своей жизнью ради мирного неба. За годы работы волонтеры восстановили имена сотен казахстанцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики передают останки родственникам, помогая предать родной земле с воинскими почестями. За всю 12-летнюю нашу работу мы подняли 275 человек, они все, правда, не безымянные, мы захоронили в братских могилах, именных нет у нас. Семь воинов мы вернули на малую родину, то есть нашли родственников, передали и захоронили их, как положено. Более 20 единиц памятников установили, то есть, как бюсты, допустим, нашим героям имена. По словам командира поискового отряда, день благодарности – прекрасная возможность, чтобы сказать простое, но такое нужное слово «спасибо». Многие отдали не только жизни на фронте, но и работали в тылу всем ветеранам, желая тоже крепкого здоровья, всех благ, чтобы они радовали и долго жили. Я хотел бы обратиться именно в этот день ко всем, чтобы люди были более добрее, более обращали другого внимания, больше вот эта рутинная работа нас всегда как-то отвлекает от тех же близких, родных и тех же друзей, больше уделяли другого внимания, любили. Ветеранов Великой Отечественной войны осталось не так много. Наш долг, уверен Александр Шитов, говорить им спасибо, но не только в День Благодарности и 9 мая, а каждый день.